МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях директоры Рязанского центра детско-юношеского туризма и краеведения Андрей Коттонс и методист центра Михаил Третьяков. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! В этом году центр исполняется уже практически 80 лет. Расскажите, с чего все начиналось и какие направления там есть сейчас? Ну да, наш центр образован в 1940 году. Тогда это была станция юных туристов. Центром он стал, наверное, с 91-го или с 92-го года. Но направление работы традиционное. То есть мы воспитываем детей средствами туристской краеведической деятельности. Что сюда входит? Прежде всего, это сам туризм. Разные его виды. То есть это и походы, это и соревнования, это туризм и водный, туризм пешеходный, еще какой-нибудь. Горный. Да, это и горный, да. Это детская археология. Мы единственные в области, которые занимаются детской археологией. Это обязательно краеведение. Краеведение даже сейчас в нашем названии есть. Это обязательно патриотизм, который сейчас, ну, я считаю, нужно развивать и нужно воспитывать в детях. Мы много работаем, допустим, с МЧС, по организации всяких соревнований, школы безопасности, соревнования спасателей-водников, еще каких-нибудь. То есть у нас очень многообразная работа. И по всем этим направлениям у нас работают, ну, по-старому, кружки, по, сейчас говорят, детские объединения. Вот детских объединений у нас около сотни. И работают они по всей области. В них занимается порядка полутора тысяч детей. Мы выпускаем где-то одну треть, одну четвертую часть. То есть это где-то 400, 300-400 человек детей, которые проходят через нас и выпускаются ежегодно. Кроме того, у нас мы организуем и проводим за год, вот за 17-й год, 12 детских лагерей. Из них 4 лагеря. Полевых в палатках передвижных в основном. И 8 лагерей стационарных на нашей туристской базе с серебряной прудой. Причем в этом году мы полностью перешли на 14-дневные смены. То есть таким образом мы можем за лето охватить больше детей. До этого у нас был по 21 день смены. Сейчас мы по 14. Мы считаем, что для профильных лагерей, а все лагеря у нас профильные, то есть у нас здесь и юные ориентировщики, и юные пожарные, и юные спасатели, и юные туристы. Понимаете? То есть все находят себя. И вот таким образом мы тоже порядка тысячи детей каждый год проходят через наши лагеря. Михаил Федорович, расскажите, в каком возрасте дети могут прийти в центр? В зависимости от объединения. То есть, скажем, в туризме, в ориентировании у нас начинают бегать уже начальная школа практически. То есть это получается, дети 9-10 лет приходят в туризм. А в краеведении зависит, в общем-то, от педагога работающего. Ну, как правило, он совмещает работу преподавательскую. Это область, поэтому там тоже дети могут прийти с 10 лет. В соревнованиях, ну, скажем, в краеведении у нас официальном, мы на конференцию областной, конкурс областной краеведческий, у нас приезжают дети 6-7 класса. Но если заявляют более младший возраст, мы не возражаем. То есть чем раньше он будет заниматься краеведением, тем, ну, может быть, больше у него это останется для жизни. Может быть, как хобби, может быть, как увлечение, может быть, как и будущая профессия, потому что очень многие краеведеды у нас идут на эстфак. Какое направление самое модное, самое перспективное сейчас у детей? Куда уходнее всего идут? Вы понимаете, дети разные. И одному интересно одно, второму интересно другое. То есть очень много сейчас краеведения. Краеведение, понимаете, причем очень сильно поднялось краеведение вот в 90-е годы, когда был развал всего на свете, мы почувствовали, причем почувствовали оттуда, с области, с наших деревень и сел, что люди хотят заниматься краеведением. Потому что, ну, когда все теряется, жизненные ориентиры теряются, какие-то установки теряются, что остается вечным? Спятся за корни. Вечным остаются свои корни и свои, так сказать, традиции народные. Понимаете? И вот эта вот волна краеведения, которая поднялась в 90-е, она до сих пор очень хорошо держится, и до сих пор очень хорошо занимаются краеведением наши педагоги вместе с детьми. Причем, вот краеведческая конференция, как мы ее называем, а сейчас это краеведческий конкурс, областной краеведческий конкурс, она в разные годы по-разному называлась, проводится ежегодно, наверное, больше 40 лет уже. Больше 60, наверное, ничего. Даже больше 60. Конференция была 50, сейчас уже конкурс у нас 13, вот если по счету. То есть, 63-й получается. 63-й год, да. 63-й год, получается, проводится этот краеведческий конкурс. Так, практика показывает в последних лет, что из села гораздо сильнее, работы гораздо лучше дети занимаются, чем город. Может быть, я не знаю, чего. Материал не более представлен раз, а потом интернет сейчас уравнивает шансы городских и сельских школьников. Поэтому, скажем, да, сельские работы получаются более сильные, но мы и с этой областью работаем довольно много времени, с педагогами, поэтому, естественно, результат довольно высокий. И очень для многих детей у нас из центра это был прыжок с конференции первых, с первых публикаций в науку. Такие случаи у нас есть. Такие случаи у нас есть, да, допустим, Серин Павел. Серин Павел, который сейчас живет, был лауреатом России несколько лет подряд. Ну да. Первое место в наших конференциях. То есть получил образование, сейчас занимается этнографией, то есть любимым делом уже профессионально, кандидатской диссертацией. Причем мы публикуем детские работы уже, скажем так, 18 лет мы публикуем детские работы, потому что это уникальные вещи, это исчезающие селы, исчезающие топографические названия местные топонии. Мы стараемся публикать все работы более-менее. Потому что это краеведческая копилка и с ними работают. То есть на эти работы ссылаются, а детям засчитывают их как печатный минимум. Вот случаев было шесть, когда просили детские тезисы для кандидатского минимума, то есть ее засчитывают. Эту первую детскую, ну скажем, еще не научную, исследовательскую работу, можно так сказать. Поэтому эта работа у нас, она приоритетна, много лет была, и до сих пор в приоритете как основное мероприятие. Большое. Да. Очень большой блок работы у нас – это спортивное ориентирование. Спортивное ориентирование, наверное, в 90-е годы, ой, не в 90-е, но где-то от 60-х до 70-х годов откололось от туризма и стало отдельным спортом, видом спортивного ориентирования. И у нас, наверное, с 92-го или с 94-го года в центре отдел спортивного ориентирования существует. У нас работают специалисты по спортивному ориентированию, мастера спорта, кандидат мастера спорта. И с детьми, и проводят соревнования, и вот этот вот кусок работы, спортивное ориентирование, он тоже очень большой, и там тоже очень много детей. И есть свои традиции, уже манера поведения, уже вот… Вот они отличаются. Свой стиль. Свой стиль у ориентировщиков от туристов. То есть, есть еще и туристы, понимаете, как я вначале говорил, разные причем, которые занимаются тоже и соревнованиями по туризму, и походами, и всем на свете. То есть, настолько многообразно, что ребенок, который к нам попадает, есть… Приходят сами, Андреички, попадают, а к нам дети приходят сами, в отличие от средней школы. Они по-разному попадают, иногда приводят родители, иногда приходят сами. Почему? Потому что… Почему приходят сами, вот Михаил Федорович сказал. Потому что мы немногие, которые работают со старшими детьми в основном. То есть, это уже старшая школа. Это уже старшая школа. То есть, это вот 10-11 лет, это у нас самый младший. Младший у нас редко бывает. Ну, если только дети учителей каких-нибудь, так вот бывает. А в основном самый младший, это у нас 10-11 лет. Ну, и дальше мы их ведем до 15-18. 17-18 иногда. Студентами тоже они иногда приходят к нам. И комфортно у нас. А уж студенты, студенты, у нас давно, уже много лет, помогают в качестве волонтеров. Судьи, вожаты. Проводить соревнования, мероприятия. То есть, они у нас судьи, они у нас вожатые, они у нас воспитатели. Иногда початочки педагогов в центре, потому что мы там сами готовим себе кадры. Вот это тоже… С кадрами тоже, да. Это как во всем дополнительном образовании, с кадрами большая проблема. И мы тоже сами себе готовим кадры. Вот из тех детей, которые у нас прошли. То есть, некоторые к нам возвращаются и работают у нас много лет. Таких примеров достаточно. Если говорить о спортивном туризме, да, то на днях у вас завершился Кубок Рязанской области. Расскажите, как ребята себя проявили. Ну, Кубок Рязанской области, он включает несколько соревнований по спортивному туризму. Сейчас спортивный туризм полностью, так сказать, оформлен в отдельный вид спорта. И есть регламент определенный по этому регламенту проводят соревнования. Мы вот тоже проводим соревнования согласно этому регламенту. И это обычно соревнования на второй, третий, второй и первый разряды. И, соответственно, те, кто проходит эти соревнования, получают эти разряды. Выполняют. Выполняют. Соответственно, разряды мы присваиваем. Ну, мы не имеем права сами присваивать разряды. Разряды присваивает... Спорткомитет? Ну, не спорткомитет. Министерство. Министерство спорта и туризма. И туризма, да. То есть мы направляем им письма, они согласны наших письмам. И результаты в соревновании присваивают детям разряды. Ну, количество участников у нас, ну, последние годы, наверное, стабильно, да, на этом. И Кубок Центра, он включал несколько этапов, несколько таких соревнований. Мы потом по соревнованиям подводим результаты, определяем, кто у нас лучший спортсмен, кто у нас... Лучший преподаватель. Лучший преподаватель, да. И, ну, вот в последнем этапе, который прошел осенью, у нас участвовало более 140... 160, Андрей. 160 детей. Это только участников, которые вот... Как правило, мы у себя на базе в Серебряных прудах проводим эти соревнования. Ну, и очень часто где-нибудь еще выезжаем. То есть, вот соревнования по туризму очень часто у нас проводятся в Спаске, в Чучкове, где еще... В Скопинском районе. В Скопинском районе были. Соревнования по спортивному ориентированию вообще мы... По всей области. По всей области. То есть, по спортивному ориентированию мы несколько лет назад решили, что мы поможем районам области с приобретением карт и, так сказать, полигонов для субъекта. Соревнования по спортивному ориентированию у себя в районе. И сейчас осенние соревнования по спортивному ориентированию мы вот уже, наверное... Больше 10 лет. Больше 10 лет проводим. Каждый раз в новом районе. Каждый раз в новом районе. Берем район. Вот в этом году это была Тума. То есть, причем нас приглашают. Все это знают. То есть, те, кто заинтересованы и кому интересно, нас приглашают. Мы заранее, где-то в мае, до того, как листья распустились, рисуем там карту того района, где будем проводить соревнования. Потом карта обрабатывается. За лет карта обрабатывается. Приводится в приличный вид. И осенью уточняется. И осенью проводим там соревнования. Соответственно, это соревнования областные. Участвуют как и местные, так и все приглашенные. Как правило, это на базе какой-то школы, на базе какого-то учреждения. Почему? Потому что нам нужно и питание, и проживание обеспечить. То есть, в этом году тоже около 200 человек участвовало в этих соревнованиях в Туме со всей Рязанской области. Ну, а Туме достал с карты и полигон. Не остается карта. И поскольку в Туме есть люди, которые хотят этим заниматься, они благодарны, что вот мы такую работу проводим, и у них это остается, и они могут дальше работать с этим. Желаем вам удачи. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо за интересную беседу. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас были представители Рязанского центра детско-юношеского туризма и краеведения. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова